Тема сегодняшнего видео — «Как убедить подростков правильно питаться». Что ж, давайте это обсудим. Проблема в том, что подростки плохо представляют себе, к каким последствиям приведёт то, чем они питаются сейчас. Я практиковал 29 лет, поработал с десятками тысяч людей. Я всегда изучаю их прошлое. Ко мне приходят далеко не сразу, после того, как какая-то мелкая проблема со временем настолько усугубилась, что в конце концов вынудила их обратиться за помощью и прийти ко мне. На приём они приходят вот тут, с целым букетом болячек. Во время консультации становится очевидно, что некая модель поведения появляется здесь и постепенно укореняется, пока наконец человек не решает, что с этим нужно что-то делать. Но люди не понимают, что множество проблем со здоровьем даже альцгеймер и диабет не возникают мгновенно, а развиваются годами. А начинается всё с того, что человек ест. И всё зависит от степени мотивации, на что человек готов. Мотивация очень высока, когда человек при смерти. Тогда он готов на всё, чтобы измениться. Боль тоже очень хорошо мотивирует, особенно если это постоянная боль. А при небольшом дискомфорте мотивации вряд ли хватит. Мотивация на минимуме, если проблемы нет или кажется, что её нет. Допустим, человек идёт к врачу с каким-то симптомом. Врач прописывает лекарства. Многие думают, класс, лекарство, решит мою проблему. До них не доходит, что проблема никуда не делась. Можно выпить энергетик и почувствовать себя лучше. Можно выпить кофе и ощутить прилив сил. Но утомление, оно никуда не делось. Вы просто даёте телу стимулятор. Высокое давление, можно снижать его лекарствами. Боль, и от неё таблетки есть. Воспаление. Вы знали, что на планете Земля больше всего лекарств продаётся именно этого типа, против воспаления. Многих людей беспокоят воспалительные процессы. Эректильная дисфункция. Для этой проблемы тоже есть лекарства, но устраняют ли они её? Диабет. С ним можно жить, принимая лекарства. Вот почему люди настолько наплевательски относятся к своим болячкам. Ведь они пьют лекарства и думают, будто всё под контролем. Считают проблему решённой. Мотивация у людей появляется, когда они начинают толстеть. Это их отлично мотивирует, ведь это портит внешность. Тогда-то и приходит желание что-то поменять. Хорошо, если в своих поисках они находят что-то, что поможет стать здоровее и избавиться от всех этих проблем. Поэтому постарайтесь, чтобы ваш ребёнок-подросток осознал всё это по возможности как можно раньше. И опять же, беда в том, что подростки плохо себе представляют, как связано здоровье и то, чем человек питается. На этом этапе подростки даже не считают, что проблема существует. Так зачем что-то менять? Я сам был таким. Тогда я говорил себе, что буду есть здоровую пищу, закончив учиться. Гром ещё не грянул. Я не был при смерти. Всё было вполне нормально. Я пил кофе, пил таблетки от изжоги. У меня всё было вполне нормально. Конечно, после выпуска я не изменился. Многие годы продолжал в том же духе. До тех пор, пока не стало совсем плохо, и от отчаяния я не решил искать помощи. Итак, саму проблему мы обсудили. Рассмотрим, что с ней делать. Чтобы подросток изменился, нужно помочь ему понять, как развиваются события для большинства людей. Понять главное то, что он ест сейчас, окажет сильнейшее влияние на его здоровье в будущем. Подросток должен это осознать, понять, что это реально. Но родители совершают одну большую ошибку. Они постоянно навязывают своё решение, что нужно есть. До того, как подросток осознает, что у него могут быть проблемы. Я бы со своими детьми поступил так. Когда они наелись, и у них нет проблем с сахаром в крови, мы бы сели за стол, взяли бумагу и ручку, и рассмотрели, как могли бы развиваться события. И таким образом дети смогут понять, чем чревато употребление определённой еды. Я бы показал им взять, к примеру, жир на животе. Я бы объяснил, что это такое. Это значит, что печень переполнена жиром, и он выходит наружу, потому что в печени уже не помещается. Жир накапливается вокруг органов. Это называется висцеральный жир. При этом жир окружает другие органы и даже заполняет их изнутри. Жир переполняет и другие органы и в итоге начинает закупоривать артерии. А эта проблема уже сказывается на сердце. Со временем в жирной печени появляется воспаление и цирроз. Это рубцовая ткань в печени. Печень в итоге настолько повреждена, что кровяное давление становится постоянно высоким. Лекарства его не снижают, потому что артерии слишком жёсткие. При циррозе печени в ней повсюду появляется рубцовая ткань. И в итоге в животе начинает скапливаться жидкость. В медицине это называется асцит. Живот человека становится похож на баскетбольный мяч, полный жидкости. Это очень опасно. Нужно идти к врачу, чтобы жидкость откачали. Проблема в том, что она возвращается каждые две недели. Но вопрос почему? Потому что печень повреждена уже настолько сильно, что отмотать это назад уже не получится. Из-за этого возникает много проблем. Высокое давление, диабет. И, кстати, вы знали, что у 65% населения есть либо диабет, либо преддиабет? Это больше половины населения США. Очень многие этим страдают. Причём не понимают, что всё начинается с еды, с неправильного питания. Потом я привожу им ещё один пример. Если питаться неправильно, в артериях появляется воспаление. Сейчас кое-что покажу. Вот артерия. Артерии похожи на трубопровод, только по ним течёт кровь. Стенки артерий воспаляются, если человек ест то, чего есть не стоит. А когда появляется воспаление, организм пытается его закрыть. И в артериях появляются бляшки. Вот такие. Эти бляшки становятся всё крупнее и крупнее. Вот только вначале человек ничего не чувствует. Эта проблема развивается годами. Человек даже не подозревает о проблеме, пока однажды не случается сердечный приступ. В половине случаев сердечному приступу не предшествуют никаких симптомов. Сердечный приступ просто случается. Внезапно. Как и инсульт. Но при инсульте человек не умирает. Ему только парализует половину тела. И вот уже дальше без постоянного ухода никак. Человек сам не может ходить, обычно сидит в коляске, запертый в собственном теле. Эту ситуацию гарантированно можно было предотвратить вот тут. На развитие болезни уходят годы. Возьмём другой сценарий. Альцгеймер. Объясню, что это. Это тяжёлое дегенеративное заболевание мозга, при котором человек теряет память. Он не знает, где находится, не помнит имён. Одним словом, тяжёлый случай. Альцгеймер появляется невнезапно. Он развивается лет 20-30. Начинается с затуманенности сознания. Это один из первых симптомов. Затем появляется забывчивость. Со временем она усиливается. Постепенно мозг, по сути, усыхает. В конечном итоге ставят диагноз — болезнь Альцгеймера. Проблема тут в том, что человек вынужден переехать в дом престарелых. Что хорошо в доме престарелых, так это то, что его обитатели наслаждаются видами из окна на пруд. Целый день могут играть в настольные игры. У них есть кровь, трёхразовое питание, их угощают печеньем. К ним приставлены люди, которые их катают по дому и даже купают. В доме престарелых часто играют в лото и поют хором. Ну, просто не жизнь, а малина. Шутки шутками, но так и есть. Такие у людей перспективы. Вот как с течением времени развиваются эти заболевания. После того, как я просветил своих подростков, я их прошу, чтобы они сами, не с моей подачи, захотели, чтобы им помогли. Я хочу, чтобы они сказали, «Ладно, пап, что же мне можно есть?» Мои дети так и поступили. Они попросили рассказать о правильном питании. И вот тогда я даю им решение. Правильно, здоровая кета с интервальным голоданием. Для новичков на канале, ссылка под видео, изучите вопрос. Но не навязывайте детям решения, пока они не осознают потенциальную проблему, которая нагрянет, если они не решат измениться. Смысл в том, чтобы они решили измениться раньше, а не когда уже будет поздно. Нужно, чтобы они избежали того, через что, возможно, прошли вы. Приглашаю вас на свой курс «Здоровая кета». Он для тех, кто хочет похудеть так, чтобы вес снова не вернулся. На курсе я расскажу, что мешает сжигать жир и что конкретно нужно делать, чтобы исправить это без вреда здоровью. Этот курс прошли уже сотни людей и добились очень стабильных результатов. Присоединяйтесь и вы. На прошлом саммите пакета было 500 человек. Я разговаривал с разными людьми. У всех до единого в жизни была какая-то серьёзная проблема со здоровьем. Абсолютно у всех. И только после неё они захотели измениться. Но разве не лучше осознать всё пораньше и начать меняться? Получить в своё распоряжение правильное решение, а не искать его. Очень многие наверняка осознают эту проблему, но много лет решают её неправильно. Им не становится лучше. Поэтому требуется не только помочь детям всё осознать, чтобы они захотели получить помощь, но и дать им верное решение. Ну ладно, спасибо за просмотр. Попробуйте поговорить со своими детьми и расскажите в комментариях, как всё пройдёт. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Как вы сможете не пропускать новые видео? Просто нажмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok